Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня мне исполняется 27 лет. Я на самом деле до конца не осознаю то, что я нахожусь сейчас в таком возрасте. То есть мой психологический возраст, наверное, лет 19-20, примерно так. Если раньше каждый день рождения был праздником, сейчас же все иначе. С каждым годом ты стареешь, с каждым годом у тебя появляются какие-то болячки, и это, естественно, ну, не круто, и также это неизбежно. Поэтому хуй с ним, делаем максимально праздничное настроение. Так, где мой праздник? Так, первый атрибутик готов, но куда же без тортика? У меня есть тортик, и у меня есть шампусик, вы только посмотрите, какая милость. Мне, знаете, всегда было интересно, какой вкус у детского шампанского, реально, без шуток, поэтому сейчас мы продегустируем вот такой вот интересный контент у меня сегодня. После этого всего, естественно, я открою пакетики, я там насобирал несколько промо-факов, и также ближе к ночи будет третья часть, все фиферы в сборе. Первая и вторая часть собрали по ляму просмотров, зашли мега охуительно, поэтому надеюсь, что третья часть не будет хуже. Поэтому сегодня заскакивайте где-то, я думаю, к 11, к 12. В любом случае, чекайте мою группу, мой инстаграм, ссылочки будут в описании, и там будет вся информация. Ну, вы знаете, я, пожалуй, без тортика на этом дне рождения обойдусь, потому что он крайне невкусный. Это ёбаный кликбейт. Вы посмотрите, как это выглядит на обложке, и как это выглядит в реалайфе. Ну, типа, совсем не похоже, и на обложке это выглядит намного вкуснее, поэтому сорян. Ну, естественно, детское шампанское. Давайте вскроем и посмотрим, что же у нас в итоге будет по вкусу. Оно открывается, как настоящее шампанское, вы посмотрите. Какой же это долгий и унылый процесс, блядь. Сейчас бомбанет, наверное, блядь. А нет, не бомбанет. Бомбанет. Скримеры в реальной жизни, ёб твою мать. Я сначала подумал, что это фейковая херня, а потом немножко охебел и переставался, блядь. Фу, ёбаная хуйня. Нельзя пугать старого чё- Что происходит? Тут кто-нибудь есть? Поехали. Дегустация детского шампусика. Если честно, пахнет сидором каким-то. На вкус какой-то детская буратино или тюшес, я не знаю. Такой себе, на самом деле, вкус. Типа пить я просто так это не стал. Не потому, что это не алкогольное, а просто невкусное, как бы. Я не знаю. Это, по идее, дети должны херачить, но чё-то хз. Такой себе. Не, всё, ребята, завязываюсь этим делом. И, собственно, давайте же перейдём к пакцам. Ну, естественно, ребята, спонсором моего дня рождения является лучшая букмекерская компания во всём мире. Большие выигрыши, быстрые выплаты и множество спортивных дисциплин. Ссылочка будет в описании. Итак, ребята, залетаем в фифку. У меня есть тут 9 топовых паков, которые я собирал на протяжении недели. И также есть награды за Division Rivals. Так, давайте их сразу вскроем. Выберем вот этот вот набор. Это слишком сложно, извините, я пойду дальше. Кстати, о, о, окошки Италия, Цокник, Дероси. Это, к сожалению, не синий Дероси. Дероси! Дероси! Кстати, вы заметили, они увеличили, это, пакцы. Это обновление, которое мы заслуживаем, мне кажется. Главное, пакца не заняться, а всё остальное похуй. Хотя нет, они ещё добавили обновление, которое не разрешает скипать повторы соперников. То есть вы понимаете, насколько это крутая компания. Сначала они в новую фифку добавляют фичу, которая вроде как всем нравилась. Типа, вы можете скипать повторы своих соперников. А теперь, типа, что-то у вас пуканы мало подгорает, поэтому наловите. Теперь смотрите все тысячу повторов ваших соперников. Я на полном серьёзе думаю, что eSports реально угорает над своими пользователями. А как вам такое обновление? Теперь вы не видите ни год рождения соперника, ни эмблему, ни форму, вообще ничего. Для чего это сделано? А хер его знает. Может, бомбили игроки, у которых аккаунт там с 2009-х годов каких-то, и с ними никто не играл. Другого предположения у меня нет, но в любом случае очень странное решение. Вдруг я принципиально не играл с немцами, допустим. Ну, типа, камон, нахера они это сделали, опять же, я не знаю, но это eSports гений своего дела. И у меня очередные щиточки. Ну, как бы, щиточки есть, но по факту падает полная золпа. Давайте попробуем скипнуть. Этот метод мне иногда помогает. Азил 86. Это был уолкаут. Вот вам и скип. Серьёзно. Не, ну вот вы серьёзно, блядь. У меня уже был непродаваемый Азил. Первый уолкаут, и мы его к икселим. Потому что у меня уже есть несут Азил. Ну, а вот это интересно. В билеробью 83 опять скип. Нихера себе. Он даже денег стоит, не совсем к иксел. Вы угораете, что ли, надо мной серьёзно, eSports, блядь. Я помню то прекрасное мгновение, когда мне в FIFA 15-й падали всякие Месси, Суарес и Брагимовичи. Ставьте лайк, если тоже помните это время. Ну, ребята, в целом, вот такие вот пакетики. Остался один пакт за 50 тысяч монет. Давайте я отвернусь, не буду смотреть, будет там алкаут или не будет, я не знаю. Так, и всё, я разворачиваюсь. Ну ладно, ребята, это была параллельная вселенная. Как вы понимаете, у меня такого никогда не будет. Я не знаю, ребята, как это работает. Ну, типа, я собирал эти ёбаные промо-паки на протяжении всей недели. Также я собрал 8 игроков обмена. Просто копил их, как бы, чуть ли не месяц, чтобы получить вот такую ценину. Слушай, пойдите нахуй. Вот посмотрите на эту плашку. Мне кажется, она полностью отражает отношение к своим пользователям. Настолько на отъебись всё делает, что просто слов нет. Ну, что я могу сказать, ребята? В паксах не повезло. К сожалению, они меня расстроили. Но, надеюсь, вы меня не расстроите. Поставьте лайк под этим видосом. И сегодня придёте на стримец к 12 часам. Стримы, я напоминаю, будут на ютубе. Будут там кое-какие фиферы. Пока что не буду их озвучивать. Поэтому приходите и сами всё увидите. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Покедо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok